В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Администрация Сарова утвердила порядок предоставления субсидий самозанятым. Как получить поддержку? Сотни уникальных экспонатов и тысячи благодарных посетителей. Музей народной игрушки отмечает десятилетие. Молодые, талантливые, инициативные. Во Дворце детского творчества прошел слет городского союза старшеклассников статус. Далее расскажем обо всем подробно. Счетная палата предложила изменить порядок использования мат-капитала. Одной из основных проблем в ведомстве назвали ограничение на право использования сертификата. До достижения ребенком трех лет средства материнского капитала можно направить на погашение ипотечных кредитов, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов, ежемесячные выплаты, но нельзя использовать на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию. В счетной палате предлагают эти ограничения снять. Также в ведомстве указали на неравные возможности реализации мат-капитала для семей с одним ребенком и двумя детьми. При рождении первого ребенка семья получает ежемесячное пособие до трех лет из федерального бюджета. На второго его предоставляют за счет средств мат-капитала. Кроме того, в счетной палате предлагают разрешить родителям раз в год использовать средства материнского капитала на подготовку детей к школе. Сумма единовременной выплаты может составить около 20 тысяч рублей. Администрация города Сарова утвердила порядок предоставления субсидий самозанятым гражданам. Как стать самозанятым и какие требования нужно выполнить для получения субсидий, нам рассказали в Центре поддержки предпринимательства. Статус самозанятого сейчас могут получить жители 23 регионов России, в том числе и Нижегородской области. Согласно закону, самозанятый – это человек, который платит специальный налог на профессиональный доход. При этом статус самозанятого вы можете получить только в том случае, если у вас нет наемных работников, а уровень дохода не превышает 2 миллионов 400 тысяч в год. Самозанятый – это тот, кто что-то делает своими руками, не сдает в аренду какое-то имущество, за исключением личного. Ведь сдача в наем собственного жилого помещения тоже один из видов деятельности самозанятых. Тот, кто что-то производит своими руками, тот, кто оказывает услуги своими руками, выполняет какие-то работы. В этом году городская администрация определила порядок предоставления субсидий для самозанятых граждан. Субсидии компенсируют до 50% затрат на покупку оборудования, мебели, техники и инвентаря, а также на оплату образования. Для того, чтобы получить субсидию, необходимо выполнить ряд требований. Он должен быть зарегистрирован в качестве самозанятого не менее 6 месяцев. Расходы, которые самозанятый понес, он должен понести в период своей деятельности, естественно. И общее такое требование, которое у нас во всех субсидиях применяется, не должно быть задолженности. Конкурс на получение субсидий начинается с 3 октября и продлится в течение месяца. За подробной информацией обращайтесь в Центр поддержки предпринимательства по телефону 992-63. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 1 октября в России начнется осенний призыв. Из-за пандемии коронавируса призывная кампания пройдет в условиях повышенных мер безопасности. Всего в войска планируют отправить 127 тысяч новобранцев. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Минпросвещение разработало поправки в программы подготовки будущих водителей. Об этом сообщает коммерсант. Автошколы должны будут обучать навыкам управления транспортными средствами на автомагистралях. Такая мера поможет эффективнее адаптировать будущего водителя к реальным условиям на дорогах. Предварительная дата вступления изменений в силу – 1 марта 2022 года. Детские сады номер 6 и 16 стали победителями в грантовом конкурсе «Бережливая инициатива» среди образовательных организаций Нижегородской области. Детский сад номер 6 представил на конкурс проект «Оптимизация системы методической работы с педагогами». Детский сад номер 16 – проект «Оптимизация группового пространства и систем хранения». Проект реализуется правительством Нижегородской области совместно с Государственной корпорацией «Росатом». Конкурс направлен на повышение эффективности работы учреждений за счет применения инструментов «Бережливого производства» и лучших практик профессионального развития. Продолжается прием заявок некоммерческих организаций на предоставление грантов президента в 2022 году. На конкурс можно заявить проекты некоммерческих, неправительственных организаций, чья деятельность связана с социальным обслуживанием, поддержкой защиты граждан, охраной здоровья и пропагандой здорового образа жизни, поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства и так далее. Полный перечень направлений, условия и порядок проведения конкурса можно посмотреть на сайте президентскиегранты.рф. Победители определят в январе 2022 года. Музею народной игрушки исполнилось 10 лет. На праздники по случаю юбилея сотрудников поздравили творческие коллективы города. Представители Департамента культуры вручили грамоты и благодарственные письма. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. В теплой и дружественной обстановке прошел 10-летний юбилей городского музея народной игрушки. На день рождения пришли гости и друзья учреждения. Директор музея, заместитель директора Департамента культуры и искусства города, а также вокальное объединение «Звездопад» Дворца детского творчества. На торжественном вечере звучали песни, поздравления и теплые слова в адрес музея. Это мир игрушки. А он всегда волшебный, это всегда необычно, интересно, сказочно. И вот это место, оно для людей, наверное, может быть вот такой отдушиной в нашем сложном мире, где так много всего сложного, грустного, тревожного. Здесь и успокойствие, и радость. История музея началась 10 лет назад, когда нижегородские художники и коллекционеры Сергей и Наталья Квач захотели подарить свое собрание игрушек нашему городу. При поддержке администрации Сарова нашли необходимое помещение и сделали в нем ремонт. Тогда музеи народной игрушки передали около ста экспонатов. Это была нижегородская игрушка, были деревянные, глиняные игрушки, небольшое количество игрушки российских промыслов и совсем немного игрушки разных стран. Вся эта коллекция разместилась в зале, но сейчас у нас уже она в основном находится, много находится в фонде, потому что коллекция значительно пополнилась. Также в день своего рождения музей открыл выставку «Азбука народной игрушки». На ней гости могут не только посмотреть на красочные экспонаты, но и поиграть в старинные русские забавы. Выставка продлится до декабря. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Нижегородская область бьет новые рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19 с начала пандемии. Это следует из официальной статистики Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Глава Минздрава Давид Милик-Гусейнов заявил, что рост смертей связан с отношением общества к вакцинации. Ранее он призвал жителей региона, которые сделали прививку от COVID-19, или переболели коронавирусом в апреле и ранее, привиться впервые или повторно в октябре. По словам министра, иммунитет у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, в первую и вторую волну значительно снизился. Штамм Дельта поражает даже тех, кто вакцинировался в первом квартале этого года. Всего в нашей стране вакцинировались от коронавируса почти 50 миллионов россиян. В Сарове прививку сделали 32 766 саровчан. Напомним, записаться на вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19 можно через портал пациента на официальном сайте КБ-50, через портал госуслуги по телефону колл-центра 955-11. Сейчас в РФ зарегистрированы 5 вакцин от COVID-19. Спутник ВИИ, спутник ЛАЙТ, эпивак Корона и эпивак Корона-Н, а также Ковивак. Проведение первого и второго этапов клинических испытаний нового препарата Битувакс одобрил Минздрав. Разработчики предполагают, что его можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. За минувшие сутки в России выявили 23 888 новых случаев заражения. Это максимум с 25 июля. Из них 563 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 44 человека. Из тех, кто госпитализирован, один в тяжелом состоянии. Во Дворце детского творчества прошел городской слет Союза старшеклассников «Статус». Представители молодежных школьных организаций высказали свои предложения по темам занятий в школе «Лидер» и обсудили план работы общественного объединения на ближайшие 8 месяцев. Подробности далее. Всем, кто хочет открыть для себя новые возможности, стать лидером или сделать жизнь города лучше. Прямая дорога в статус. Здесь старшеклассники творят, узнают, создают. Впереди у ребят целый учебный год, чтобы придумать и реализовать новые интересные проекты. «Статус – это организация, которая существует уже много лет, и я в нее ухожу уже третий год. Мы организовываем различные акции, мероприятия, и мне все это интересно, мне все это нравится». 22 ноября Союзу старшеклассников исполнится 25 лет. За эти годы статус объединил на основе добровольности, равноправия и общности интересов многих городских активистов. Одна из создателей городской общественной организации Светланы Калипанова пожелала молодым людям хранить традиции Союза и быть примером для подрастающих поколений. «Вот эти 25 лет пролетело как один миг. И мне даже сложно назвать, у нас есть даже педагоги, которые участвовали в этой организации, активно участвовали». В статусе каждый может выбрать себе занятие по интересам. В этот раз ребятам предложили три площадки – военно-патриотическое воспитание, личностное развитие и школа-лидер. Снежана Тримасова выбрала личностное развитие, где она вместе с другими ребятами обсуждала идеи городских мероприятий. «Мы уже придумали некоторые варианты игр для школ и также уже набросали некоторые варианты классных встреч. За основную идею взяли большую игру для старшеклассников. Это был наш первый разработанный проект за сегодня». В финале встречи участники утвердили мероприятие, посвященное 25-летию Союза. Тематику занятий в школе «Лидер» и новый состав координационного совета статуса. В качестве приоритетного направления выбрали военно-патриотическое. Все новости города в твоем кармане. Мобильное приложение «Саров-24» доступно в Google Play. Также все видео телеканала можно найти в YouTube и наших социальных сетях – ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Смотреть городские новости и программы можно в любое время и в любом формате. Научные, спортивные, общественные и культурные новости «Сарова» можно смотреть не только дома по телевизору. Новое приложение «Саров-24» позволяет следить за городскими событиями в любой точке мира в прямом эфире у себя в смартфоне. «Если вы не дома, если вы не можете по телевизору посмотреть наши городские новости, то всегда есть приложение в таком формате. Идет видеопоток в прямом эфире. То, что показывает на телевизоре, то показывает и это приложение». В современном мире технологии позволяют каждому выбрать удобный формат контента. Все самое интересное о событиях нашего города теперь находится в вашем кармане на расстоянии одного клика в приложении «Саров-24». «Если вы хотите быть в курсе всех событий, последних новостей, загружайте наше приложение из плей-маркета. Приложение называется «Саров-24», так же, как и телеканал. Скачивайте, запускайте, смотрите в прямом эфире наши новости». Приложение доступно для всех пользователей. Андроид бесплатный и без подписок. Все новости нашего канала вы можете смотреть в привычном для вас формате – по телевизору, на ютубе, в социальных сетях или в новом приложении. Ежегодно 30 сентября в России отмечают День интернета. Более 4 миллиардов человек ежедневно проводят время во всемирной паутине. В России число пользователей приближается к 90 миллионам. Мы решили узнать, у саровчан представляют ли они свою жизнь без интернета. Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни многих россиян. По данным последних лет исследований Российской ассоциации электронных коммуникаций, число жителей страны, пользующихся интернетом, составляет порядка 90 миллионов. И с каждым годом это количество увеличивается. Мы спросили у саровчан, представляют ли они свою жизнь без интернета. В наше время все сидят в интернете 24 на 7. Во-первых, там работа. Во-вторых, много полезной информации. Ну и вообще сейчас без интернета, мне кажется, вообще не обойтись. У меня интернета нет, так что по идее с интернетом, конечно, интересен. Там все узнают, что есть, а без интернета, конечно, плоховато. Да, я представляю жизнь с книгами и со справочниками книжными. Зависит полезность интернета от интеллекта конкретного пользователя. То есть, если человек умный и с головой дружит, то ему будет во благо. А если его пороки его развращают, ну, например, там, я трачу много времени, там, в Ютуб залипает, да? Ну, это как бы моя вина, это не интернет плохой. Нет, почему? По очевидным причинам информации там много. Пожалуй, все. Это очень удобно. Ну, сейчас рейт там жизнь-то поменялась. То есть, билеты, например, на самолет, на поезд, на стенице. Это все через интернет делается. Это удобно. Просто удобно. Большинство прошлых, вне зависимости от возраста, ответили, что не представляют свою жизнь без всемирной паутины. И считают, что в интернете много полезной и интересной информации. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин